Леон, не приставай к собакам. Марсель, будешь опять расчесываться? Марселька, я тебя почти всего уже вычесала. Сейчас мы покажем утренние процедуры. Что такое гавкает? Кто тут гавкает? Папа коврик вам постелил? Она говорит, раз я тут, все собаки тут. Ну это понятно. Марсель, тузик вырос. Слушай, сказала тузик, всем так нравится это имя. Все вспомнили детство. А какой классный, а какое-нибудь свое имя. Вот прям настоящая тузик. Так, Марсель, я хотела показать, ребят. Как мы делаем утренние процедуры? Покажем? Покажем. Вот у нас есть любимая Марселькина расческа. Любимая. Любимая? Ну говори, любимая. Пришел рыбок смотреть. И мы вот так, каждое утро, пока он длиняет. Ну не каждое, а каждое утро. Где-то недели две это делать. Каждое утро. Серьезно сидим вот это часами. Покажем, Марсель, если ты думаешь, что у меня одна рука занята, ты можешь что хотеть, то и делать, то ты сильно сомневаешься, да. Кусаться он может. Ну он такой, это же зверь детей. Я тебе сейчас покусаюсь. И надо его каждое утро вычесать, потому что он меняет сейчас. Да. И вот так это две недели будет. Вот это каждый день у меня такое. Это его любимая расческа. Я говорю, любимая. Это если любимая, это не значит, что ее надо кусать. Я говорю, это любимая расческа, значит, ты должен не спорить, что это любимая. И мы любимая расческа, его каждый день чешем. И потом у него, он похудеет сразу, скажут, что у вас худой. Ну, потому что шерсти станет меньше. Потом насчет расти свежая шерсть. Я уже когда-то говорила, он не любит у нас эту расческу, которая собачья. Да. Потому что она для него острая, у него тело нежное. Он любит мягкую расческу, которая рассчитана для мокрых волос. Хотя он сухой. Ну, ему надо такая нежная расчесочка. Я говорю, нежная расчесочка. Что ты дерешься? Ты знаешь слово нежное? Ну, видишь, я тебе линяла неделю назад еще, и все равно ты линяешь. Значит, не надо кусаться, а надо вычесываться. Думаю, дикого зверя легко вычесать, если у него нет. Если он говорит, я уже не готов чесаться, я пришел сюда рыбок смотреть. Рыбки все нормально, кушали. В хорошей форме рыбы, да. Ой, своровал он этого корма? Ужас. Я раньше корм держала вот в этих шкафчиках. Он их открывать умеет, там ключа нету. Сколько он у рыбок корма наворовал? Это ужас. Теперь я корм держу под ключом. В тех шкафчиках, где на ключ закрываются. Хотя он уже какой-то шкафчик... А, он уже нижний шкафчик срывает, и научился ключом открывать. Помнишь? Да. Да, это уже такой зверь, что... Только нижний, потому что ему там удобно. Верхний ему неудобно, он еще не умеет. Боже, Марсель, надо чесаться дальше. Боже, сколько у нас шерсти. Боже мой. Вот так. Это каждый день, две недели. Пока вот это не перестанет весть. И потом будет красивый, чистый зверь. Марсель, ты очень сильно линяешь. Очень. У меня рука занята. Надо сейчас... Я же снимаю этого красавца. Почистила чуть-чуть расческу твою. Видишь, шерсть собрала в руку. Вот. Еще кусается, видите. Еще недоволен, потому что с него летит шерсть. Это твоя, твоя, твоя расческа. Любимая. Все знают, что это твоя любимая расческа. Мы у тебя ее не забираем, нет? Вот так. Хорошо, вот это ты, когда имеешь инота. Я вообще не видела, чтобы их люди чесали. Но я всегда чешу. Ну, не всегда, а примерно раз в полгода. Все, вот такой красивый. Вот такой звезда. Вот такой. На фирнава покажем красивого вычисленного енота. Красивого вычисленного покажем енота, который любит рыбу. Который садится на это место. Я вот тут чешу, потому что здесь папара потом раз пылесосом. Раз. Да, все, все, все. Вот такой он золото. Что ж не разбрасывай. Как он разозлился за то, что мы его чесали. На коврики бей. Все. Пойди лучше теперь покушай. Ты Сой еще хотел в будку влезть? Он хотел и туда лезть, и сидать, и передумал. В общем, так, а ну слезли быстро друг друга. Займись и Марселем. Быстро.